Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня у нас тема с таким удручающим названием, на первый взгляд, антикризисные меры, антикризисное законодательство. Но это, как говорится, налицо ужасное, доброе внутри. Я предлагаю рассмотреть данные меры по трем крупным блокам. Первый блок — это какие меры приняты антикризисные в области разрешительной деятельности. Второй блок — какие антикризисные меры приняты в области государственного надзора и контроля. И третий блок — какие меры приняты в сфере заключения государственных контрактов. Я постараюсь быстро пробежаться человеческим языком, чтобы окончательно всех не ввергнуть в дремучий сон. Итак, начнем с первого блока. Это какие антикризисные меры приняты в рамках разрешительной деятельности. Мы постарались показать привязку антикризисных мер именно к этапам работ по сохранению. То есть слева от вас на презентации обозначены этапы проведения работ по сохранению, в том числе выдачи разрешительной документации. Справа обозначены, какие антикризисные меры приняты к тому и иному этапу проведения работ по сохранению. Итак, если мы смотрим этапы проведения работ по сохранению сверху вниз, первый этап — выдача задания на разработку проектной документации. Здесь никаких мер государством не принято. То есть как действуют административные регламенты, сроки, так все продолжает действовать в настоящее время. Что касается разработки проектной документации, здесь правительством Российской Федерации было принято постановление 12 марта, которым продлен срок действия заключения актов ГИКЭ на 12 месяцев. То есть если акт ГИКЭ заканчивается в период до конца 2022 года, то срок его действия автоматно продлевается на 12 месяцев. Мы знаем, что срок установлен действия акта ГИКЭ — 3 года. Дальше согласование проектной документации. Здесь правительством Москвы была принята антикризисная мера, которая позволяет проектировщику сдать проектную документацию на согласование в электронном виде в отношении памятников регионального значения и выявленных объектов. То есть тем самым сэкономив средства на распечатку, на брошюровку, на сшивку и на вот эти действия, которые производятся, когда предоставляется услуга на бумажном носителе. Следующий этап — это выдача разрешения. Здесь был принят ряд антикризисных мер. Первое — правительством Российской Федерации и правительством Москвы продлены сроки действия разрешений. То есть если срок действия разрешения заканчивается в период до конца 2022 года, то он автоматом продлевается на год. Для этого не надо обращаться ни с ходатайствами, ни с заявлениями, ни с почтовыми голубями запускать, ничего не нужно. Разрешение продлевается автоматически. Кроме того, сокращен срок предоставления самой госуслуги до 10 календарных дней. То есть если раньше госуслуга предоставлялась до 30 календарных дней выдачи разрешения, то теперь это 10 календарных дней. Такое решение было принято правительством Москвы. В случае, если при проведении работ по сохранению затрагивается конструктив, то в соответствии с законодательством необходимо еще, помимо разрешения на сохранение, получить разрешение на строительство. Здесь тоже принят ряд антикризисных мер. Первое. Что касается ГПЗУ, которое предоставляется для получения данного разрешения. Продлен срок использования той информации, которая содержится в ГПЗУ, на один год, если этот срок заканчивается в период до конца 2022 года. То есть у нас в соответствии с градкодексом информация, которая содержится в ГПЗУ, она может быть использована в течение полутора лет. При экспертизе проектной документации, при выдаче разрешения на строительство, при выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию. А в связи с принятием антикризисной меры постановления правительства Российской Федерации было предусмотрено, что эту информацию можно использовать еще год после того, как истечет срок. Но этот срок должен истечь до конца 2022 года. Также в части выдачи разрешения на строительство принята антикризисная мера. Это касается продления срока его действия тоже на год. Здесь было целых два постановления правительства Российской Федерации. Первое было принято еще в рамках противоковидных мер. Ну и затем в дальнейшем было дополнительно принято еще решение также о продлении на год сроков действия разрешения на строительство. И в общей сложности, если срок действия на строительство закончился в период с 6 апреля 2020 года по 1 августа 2022 года, то срок автоматом также продлевается на один год. Следующий этап – это этап приемки работ. Здесь в части утверждения отчетной документации, выдачи акта приемки никаких мер не принято. То есть все как было, так и остается. В части получения разрешения на год в эксплуатацию, если затрагивается конструктив, здесь были приняты правительством Российской Федерации в апреле текущего года антикризисные меры. Интересная для нас мера – это то, что для получения разрешения на год в эксплуатацию не требуется предоставление ГПЗУ. Вот это блок основных крупных антикризисных мер, которые были приняты в рамках разрешительной деятельности. Следующий блок – это антикризисные меры в области государственного надзора. Мы знаем, что у нас с 2020 года идет реформа контрольно-надзорной деятельности, но помимо всего прочего, еще было принято и в марте текущего года правительством Российской Федерации отдельный документ, который определил особенности организации контроля. И в части контроля в области охраны объектов культурного наследия есть крупные блоки антикризисных мер, которые существенно сократили контрольно-надзорную деятельность органов охраны памятников. Во-первых, в области охраны памятников полностью отменены плановые проверки. Они отменены не только в связи с выпуском постановления 336, но и в целом в связи с реформой контрольно-надзорной деятельности. То есть теперь только внеплановые надзорные мероприятия проводятся в области государственного контроля и надзора. И важно отметить, что в настоящее время органы охраны памятников уполномочены только на проведение контрольных мероприятий за проведением работ на объектах при наличии выданного разрешения. Остальные мероприятия с взаимодействием органы охраны проводить не могут. Очень важные антикризисные меры в рамках данного документа касаются выдачи предписаний. Органам охраны запрещается выдача предписаний. То есть в настоящее время органы охраны предписаний не выдают никаких. Кроме того, те предписания, которые были выданы до вступления действия в силу документа 3036-го постановления Принца Российской Федерации, срок действия этих предписаний продлевается автоматически на 90 календарных дней. То есть, например, если предписание было выдано в феврале 2022 года и в нем содержится требование разработать проектную документацию в срок до, допустим, 1 июня 2023 года. И вот когда наступает 1 июня 2023 года, срок автоматически продлевается на 90 календарных дней. Никаких ходатайств писать не нужно. Писем, обращений и так далее. Последняя мера, которая была принята в рамках надзорной деятельности в области и касается тоже надзора в области охраны объектов культурного наследия, это мера, связанная с сокращением случаев, когда органы охраны вправе возбудить дело об административном правонарушении. То есть, фактически, органы охраны сейчас могут возбуждать дела об административных правонарушениях только в том случае, если нарушение выявлено при проведении работ по сохранению на объекте. То есть, допустим, работы проводятся не в соответствии с проектной документацией, если будет выявлено, не тестованными специалистами, ну и так далее. В иных случаях органов охраны сейчас нет полномочий по возбуждению дела об административных правонарушениях. То есть, получается, что в настоящее время единственным механизмом, который активно применяем сейчас в своей деятельности, это выдача предостережений. То есть, выдача предостережений — это такой профилактический вид надзорных мероприятий, который скорее носит уведомительный характер, предупреждает контролируемое лицо о том, что нельзя нарушать законодательство, конкретно какое законодательство мы можем указывать в предостережении. Но не более того. То есть, ответственности за неисполнение предостережений не существует. И в целом, такой характер больше сейчас надзор носит профилактически, чем принудительно властный. Вот, что касается надзорного блока. И последний блок антикризисных мер — это меры, принятые в рамках заключения государственных контрактов. Они, конечно, касаются в основном государственных заказчиков, но вместе с тем могут касаться и подрядчиков, производителей работ. Здесь тоже можно выделить пять крупных блоков. Значит, во-первых, первый блок антикризисных мер — вот предыдущий докладчик тоже рассказывал на эту тематику — связан с принятием 46-го федерального закона и в развитии которого были приняты соответствующие постановления правительства Российской Федерации. Первая существенная антикризисная мера говорит о возможности изменения существенных условий государственных контрактов в 2022-2023 году. Например, таких, как изменение срока исполнения контракта, изменение объемов работ, изменение видов работ, изменение отдельных этапов работ, установление условий выплаты аванса. Дополнительно также были приняты постановления правительства Российской Федерации, правительства Москвы, которым предусмотрена возможность изменения цены контракта. Но здесь есть ряд условий. Прежде всего, эти контракты должны быть заключены до конца 2022 года. Также цена контракта должна превышать 1 миллион рублей, и срок исполнения контракта должен быть не позднее, 31 декабря 2024 года. Но здесь, конечно, не так все просто. Есть целая процедуристика, решение правительства Москвы. Нужно пройти комиссии, снова пройти экспертизу цены при определенных условиях. Но вместе с тем такие меры приняты, и в частности Департаментом культурного наследия не применяются в практической деятельности. Следующая антикризисная мера — это постановление правительства Москвы. В развитии 46-го, опять же, федерального закона предусмотрена возможность заключения государственного контракта с единственным поставщиком. Но здесь тоже нужно в каждый раз отдельное решение правительства Москвы на применение данной нормы на практике. Следующая антикризисная мера — это также у нас с постановлением правительства Москвы было предусмотрено авансирование в размере 70%. То есть у государственного заказчика есть право в государственных контрактах предусмотреть авансирование в размере 70%. И последняя крупная мера, которая была принята государством в рамках заключения государственных контрактов, — это возможность заключения комплексных контрактов на проведение как проектно-изыскательских, так и ремонтных работ. Данная норма была закреплена в 44-м федеральном законе, и также в департаментном культурном наследии она применяется на практике. Все три направления деятельности, как предоставление госуслуг, государственный надзор и заключение государственных контрактов, осуществляется департаментом культурного наследия. Государственными контрактами у нас занимается подъездное наше учреждение Мосреставрация, поэтому мы готовы всегда к сотрудничеству, к разъяснениям, оказать содействие, в общем, открытое для общения. Спасибо большое за внимание. У меня два вопроса. Я не знаю, по адресу, не по адресу. Значит, первый вопрос. Скажите, пожалуйста, будете ли вы поддерживать какие-то новые разработки в области реставрации? Как бы планируется ли поддержка? Это первый вопрос. И второй вопрос, наверное, по поводу ценообразования проектного, который нас всех волнует, потому что наши расценки не пересчитывались. У нас коэффициент 2014 года не менялся. Это я говорю сейчас про СЦНПР, сборники и наши РНИПы. МРР, там немножко другая ситуация. Так что вот как бы хочется задать такой вопрос. Спасибо. Да, спасибо за вопрос. Но что касается каких-то новаций в области реставрации, чтобы понимать, поддержим мы их или нет, во-первых, нужно понять, какие это новации, вот, и рассмотреть их предметно. Вот я сейчас в целом, ну, сложно сказать, о каких новациях идет речь, чтобы их поддерживать. Ну, я вам сейчас не отвечу сходу. Будем, на это надо предметно рассматривать уже конкретные предложения. Вот, а что касается… Ну, вы в целом обращайтесь в департамент. Вот, а у нас может рассматривать несколько специалистов, несколько структурных подразделений. Я сейчас вам конкретно, не скажу конкретного специалиста, кто будет смотреть. У нас около 200 человек. Вот, поэтому… Так, а если это по регионам, например, ну, хорошо, это если москвичи, то в департаментах, а питерцы, куда в ГИОП? Ну, ГИОП наш пока… Нет, ну, либо Министерство культуры, либо в региональный орган охраны только. А, все. Да. Ну, они не поддерживают, нет, спасибо. Ну, не могу сказать за Минкульт. Это да, это не их просто прерогатива. По ценообразованию… Не подскажу, что мы не занимаемся ценообразованием. Все, да, поняла, спасибо. У нас уполномоченные есть органы на это.